Начнем с того, что попал я туда, можно даже сказать, что случайно, в некотором роде, потому что Илья Халичич Саликов должен был отправиться на учебу. Владимир Евгеньевич нужен был помощник на этом турнире. И, проходя по коридору, мимо, разговаривающих между собой Бесчастом и Владимир Васильевичем Падровым, они, увидев меня, остановились на моей кандидатуре. И решили, что в Сочи поеду я. Я приехал и уже на месте стал знакомиться, стали общаться с ребятами ближе, и с Евгеньевичем. То есть от него получил информацию по каждому игроку. Меня, прежде всего, меня поразил, в хорошем смысле слова, тот коллектив, та атмосфера дружеская, которая была в этой команде. И очень сильное уважение. То есть ребята очень хорошо друг к другу относятся. И именно такая семейная обстановка во многом и помогала ему в достижении тех результатов, которые у них были достигнуты в том году. И непосредственно в этом турнире. Вы знаете, что тот турнир, наверное, был в каком-то плане сложнее, может быть, даже, чем тот, с которым мы сейчас приехали. Игры, хотя команда обладала всем составом, но каждый матч был очень тяжелым. Но, опять же, уровень технического, тактического мастерства индивидуально каждого игрока был выше, чем тех соперников, с кем нам приходилось сталкиваться. И удалось выиграть тот турнир. Ну, слава богу, вот тот небольшой отрезок, который я провел с бесчастных, с 97-м в Сочи, все-таки нас немножечко сблизило. Тем более, минут радости, да, это происходит еще быстрее, когда ты выигрываешь. После того, как меня назначили тренером в 97-м году, ну, во-первых, поменялся тренировочный процесс. Я старался, чтобы игроки полностью окунулись в этот тренировочный процесс и, может быть, отвлеклись от их мыслей, от того расставания с тренером, с которым они привели не один год. Нам удалось пока же до них достучаться, и чтобы они поняли, что у них есть еще шанс, возможность тоже показать себя, проявить себя, что игрового времени получат намного больше. И это помогло. То есть ребята, прежде всего, думали о том, как себя проявить. И, наверное, меньше всего, ну, не то, что меньше всего, все-таки большие команды реализировали тренировочный процесс, подготовки к матчам. Ребята доказали, что они большие профессионалы. Вы знаете, это был, ну, первый матч это с Трегино, потом были Химки за заключительный матч первого круга. Наоборот, мне очень легко работалось, было очень приятно, потому что видел потенциал этих игроков, из которых, которые были в команде. Тем более большая обойма еще игроков не имела игровой практики. И еще раз повторюсь, работалось очень легко и очень радостно. Мы, опять же, мы постарались ничего не ломать, а только постараться совершенствовать каждого из игроков, раскрыть еще более ярко, раскрыть их индивидуальность. И, ну, по крайней мере, старались. И, опять же, повторюсь, у меня работалось очень комфортно, очень легко с этими ребятами. Не хватило, сложно сказать, чем хватило. Наверное, самой малости заметили не пропустить. Но разговаривали мы и во время этого турнира, после этого матча с Рубином, с ребятами, ну, наверное, одну причину никогда не бывает одной какой-то причины. Я не видел недооценки какой-то, чтобы ребята отнеслись спустя рукава к сопернику, к Рубину. Но футбол на то и хорош, что непредсказуем. Видите, какой новинный эпизод, там, подача с фланга. То есть, уже сто раз смотрел этот эпизод, тем более нам забили мяч рукой. То есть, очень обидно, очень жалко, но та оплошность, да, тот проигрыш, наверное, помог. И тем ребятам, которые ушли в дубль, я считаю, тоже это как урок, как... Ситуация была непростая. Мы, как вы сказали, да, собрались в автобусе, и первостепеннейшая задача стояла это создание коллектива, чтобы ребята 98-го года почувствовали себя именно какими основным составом. И каждый день, каждую минуту на проведенном в Туле мы все-таки, мы старались сплачивать ребят, вселять в них уверенность, потому что как-то повлиять на их физическое состояние было невозможно. Тактика, ну, по максимуму тоже старались на разборах заниматься тактикой, но первостепеннейшая задача была это моральное, психологическое состояние наших игроков, чтобы они не чувствовали эту разобщенность, да, что вот мы собрались, сейчас нас все обыграют. То есть уверенность, уверенность, чтобы у них была уверенность. И надо сказать, понятно, что не на все 100% были проблемы, но все-таки нам получится сделать, и то старание, с которым они играли, то желание, та самодача, которую они проявили, очень помогли нашей команде. Хороший коллектив, дружеский, но мы, хорошо, что многие ребята и в интернате живут, они друг друга знают, и нам это тоже помогло. Балтика, 8-0. Мы забили очень много, практически все, что создали. Вот, и отрезок матча с «Динамо», когда после пропущенного гола, мы все-таки учитывали факт, что «Динамо» были в своем сильнейшем составе, играли на равных, и были уверены, что мы еще забьем, но, к сожалению, не пропустили тот отрезок. Всегда у нас уверенность понравилась нам, как ребята играли. Прежде всего, благодарен ребятам за, во-первых, за то старание, желание, как они тренировались. И одна из задач, которую мы ставили перед собой, это повышение функциональных способностей тех ребят, кто не играл. Еще перед началом второго круга, говорили о том, что у вас есть шансы, и у всех будет игровое время. И очень рады мы, что все-таки практически всем удалось сгнать по максимуму, продемонстрировали очень высокий свой уровень. Во-первых, раскрепостились и, опять же, получали удовольствие от своей игры. И тоже хочется отметить, все-таки ребята дорожили, особенно дублеры, то есть их поддержка тоже, как могли, они присутствовали на матчах и поддерживали нас, поддерживали ребят, и это тоже им помогало. Всегда ставили с собой одну перестепенную задачу, следующий матч, следующий соперник, готовились полномерно, каждому сопернику, не доставив каких-то высоких задач, там обязательно в любых условиях нужно выиграть первенство Москвы. Да, мы хотели, мы стремились, иначе для чего вообще играть в футбол, для чего тренироваться. Понравилось то, что в матче с «Динамо» без состава, такого дублера, мы продемонстрировали очень хороший футбол и играли первым номером. Жалко, что не удалось выиграть у ЦСКА, очень удался матч вранить чемпиону, то есть и показательный такой тоже момент, когда ребята раскрепощены, какое футбол они могут показывать, мы были очень удивлены, не то, что удивлены, очень приятно удивлены тем потенциалом, и сами ребята потом от своей игры тоже находились в неком таком шоке, что вот когда в рейд чемпионов, когда тобой не давлеть, ни результат, ничего абсолютно, когда выходишь и получаешь удовольствие, на что они способны. Если турнир Кубок РФС, то для нас каждый матч был просто отдельное стоящее сражение, к которому мы старались подходить со своим планом, со своей стратегией, то есть мы не ехали с шапкой, с закидательским нашим настроением, что вот нас сейчас суперкомандом, сейчас всех там разобьем. Мы готовились очень скрупулезно, очень тщательно к каждому отдельному матчу, и по ходу турнира к ребятам приходило то вот чувство, чувство уверенности, чувство того, что мы можем выиграть этот турнир, хотя, как вы говорите, да, все-таки у них, может быть, где-то в глубине, все-таки сидели эти чувства, какую-то неуверенность, да, вот поэтому вселять уверенность, особенно после проигранного матча Рубин, старались сделать все, чтобы ребята почувствовали в себе силу, уверенность, что любой соперник на этом Кубке им по зубам, и потихонечку, беря каждую отдельную взятую высоту, карабались, карабались, и забрались, и решили. Если говорить, исполнять процесс, скажут, очень мы рады, что все-таки их обыграли там, и доказали, что мы сильнее. Мы затрачили очень много сил для того, чтобы комбинировать, создавать моменты у ворот соперника. Динамо, то есть одна из сильнейших команд, физически очень мощная, и с таким соперником всегда тяжело. Просматривая матч в полуфинал с Рубином, опять же, Рубин ничем не удивил. Было такое чувство, неужели тот футбол, который проповедует Рубин, опять же, одержит верх, и все-таки мы обучаем детей, и мы стараемся им переведить чувство удовлетворения от своей игры, а не от постоянного разрушения. Нам все-таки хотелось встретиться в финале именно с играющей командой и доказать, обыграть соперника, они опять мучатся. Перед игрой, с логомотивом, по инициативе Шталов Андреевича Вашкевича, он предложил такой необычный ход, мы взяли в атман, и там написали самые сильные стороны команды 1997 года рождения, и оставили ребят одних в одевалке, и они собрались, и каждый из них написал, как он считает, сильные, одно из сильных качеств нашей команды. Много было там сильных качеств, сторон нашей команды, то такие, как характер, желание к победе, естественно, были именно в футбольные термины, но тот характер, то стремление к победе, то, что ребята продемонстрировали в финале, дорогого стоит, и огромное спасибо за то терпение, мы видели, как им было тяжело, ну, турнир, очень жесткий турнир в плане игр, очень сложный режим, то есть на восстановление очень мало времени, и то, как им приходилось не сладко тяжело в начале матча, первые 20-30 минут, дорогого стоит, они вытерпели, они казались, что они настоящие мужики, и потом футбол их вознаградил. Мы же видели, что после удаления команда стала просто намного сильнее, нежели в те моменты, когда мы играли в равных составах, и команда сплотилась, еще раз, стала еще сильнее, соперник просто не знал, что делать уже, пригрев в большинстве, и нам даже на скамейке стало спокойнее, то есть мы видели, что команда сплотилась еще сильнее. Это как первый мой такой опыт, как главного тренера, надеюсь, что не последний. Это будет надо жить, будем это помнить, будем это вспоминать. Спасибо ребятам. Какой характер у спорта 117? Упрямый, настойчивый. Такой вот непростой. Ребята мне еще раз показали, доказали, что это, наверное, самое главное. Общение, что человеческие отношения очень-очень намного способны. То есть и коллектив, коллектив дружный, боеспособный, то есть эта атмосфера дружеская, это, наверное, вообще самое основное, самое главное в футболе. Потому что если у тебя боеспособная, дружная команда, она способна намного. и каждый тренер, я считаю, должен прежде всего строить коллектив. А уж кто, чем, какими качествами обладает футбольным, это уже второе. Самое главное, самое основное, это футбольная семья, создать семью, и она сотворит способную намного.